Продолжение следует... А здесь режим игры против ботов есть. Очень простой и очень прибыльный. Да, там есть три разные сложности, но кто играл, то знает. Для тех, кто просто смотрит, есть люди, которые в комментах пишут, но я в армату не играю, видосы смотрю с удовольствием. Есть три вида боя против ботов. На лёгкой сложности, на средней и на высокой. Я не знаю, чем они друг от друга отличаются, потому что боты одинаково тупые в любом режиме. В целом, поначалу, если на ранних уровнях против ботов играть ещё опасно, они могут реально убить, они пробивают технику регулярно, то чем старше ваш танк... Да, боты играют на соответствующий вашему уровню технике, но всё равно они её не пробивают, то есть умереть практически невозможно. И, кроме того, ПВЕ-режим, он очень прибыльный в плане опыта. Во-первых, это очень хитрая вещь, она загоняет игроков в экономический кризис, скажем так, потому что в ПВЕ-режиме опыта привозится очень много, а денег привозится очень мало. То есть и в итоге нужны деньги на покупку техники, на покупку оборудования до этой техники. В итоге людям, играющим, прокачивающим технику в ПВЕ, приходится либо донатить себе деньги напрямую, либо покупать премиум танки и премиум аккаунты. Особенно лютый скачок сейчас людей на седьмую, восьмую, девятую ступень танков произошёл после акции «Чёрной пятницы», где было 200% опыта плюс, да, а денег плюс не было. Вот, 200% опыта позволяли привозить из ПВЕ сражения от 20 тысяч опыта за один бой и выше. Причём там есть разные операции, да, в каких-то операциях приходится играть 12 минут, но есть и такие операции, которые можно пройти минут за 5, за 6, там, просто всех поубивать, захватить и так далее. То есть очень, очень много опыта за очень короткое время. Особенно это заметно, потому что появилось очень много сейчас в рандоме, ну, каких, какой техники больше всего, советских танков, да, всем заметно, что сейчас вот просто лютая туча игроков на Т-80 играет как в ПВЕ, так и в ПВП, потому что именно в ПВЕ советская техника не знает себе равных, да, на кумулятивах они там вывозят очень много дамага, больше 10 тысяч за бой, вообще спокойно. Ну, ботов-то несложно в корму разбирать. И вот в этом заключается проблема, да, может быть, проект «Аромата» на этом деньги зарабатывает, но именно из-за того, что люди вкачивают в себе топовую технику в боях в ПВЕ, в итоге они нихрена не умеют играть. И потом они приходят на своем девяностике, а то и 90МС, в рандом, и не знают даже просто куда ехать, потому что в ПВЕ даже карты другие. То есть люди накачали технику себе на том, что они разбирали ботов в корму, или в задницу, боты, благо, настолько тупые, что подставляют игрокам с удовольствием свои самые уязвимые места, вяло постреливают рикошетами в ответ. То есть в итоге мы имеем толпу людей на топ-технике, которые вообще играть не умеют, и даже хуже раков. Это нагибаторы ПВЕ-режима. То есть игра в ПВЕ, она дегеративно сказывается на навыках игрока, особенно тех, которые в ПВП в итоге вообще не играют. Но я понимаю, да, когда качаешь там ветку советских ОБТ, кто бы там что ни говорил, ты берешь Т-72, потом Т-72А, понимаешь, что у них ни ствол не опустить, ни как-то снаряд на броню не принять, да, что их разбирают. И ты говоришь, да пошла на жопу, я пойду играть в ПВЕ. И начинаешь вкачивать в ПВЕ там. Один танк, второй, понимаешь, что Т-80 недалеко ушел от своих 72-ек, его вкачиваешь, садишься на Т-90, понимаешь, что и у него те же самые проблемы, похрен его в ПВЕ. Вот, и так, возможно, до самой арматы. И в итоге, когда эту самую армату введут, мы получим такую тучу рачья, которая будет на ней играть, что это будет просто невозможно. И далее, к чему это приведет? Все мы знаем, что технику апают и режут, ну, как заведено в картошечке, так и здесь на основе статистики. То есть сами разработчики пишут, статистика показала, что на Челленджера 1 там очень хреново, там люди дамаг набивают, поэтому надо его апнуть. Но во внимание не берется человеческий фактор. То есть на Челленджера 1 играли кто? Халявщики, которые увидели, что нет танка шестой ступени, есть сразу седьмой, надо вкачать. То есть, вот представьте, какую статистику оформят советским танкам, в том числе и армате, игроки, пришедшие из ПВЕ. Я вообще не знаю, почему до сих пор еще не апают советские танки, потому что на них столько днища играют, которые вообще без урона сливаются на Т-80. То есть мне кажется, что звоночек уже есть, что пора технику апать. Ну и вот. И даже если армата будет мега нагибучий танк, все равно днища, которая разбирала ботов в корму, в ПВЕ, оно все равно не знает, куда стрелять танку в лоб. А естественно, что игроки в рандоме никому корму и задницу поставлять не будут, скорее всего. И в итоге армата будет сливаться, будет стоять нытье, ее придется апать или отказываться от нерфа, даже если она будет люто гнуть. То есть я думаю, что такая ситуация вполне себе сложится. Значит, что бы я сделал, да, если бы меня кто-нибудь спросил, какие рекомендации можно дать? Нужно ограничить количество боев в ПВЕ. Вот, например, есть три контракта, да, там легкий, средний, тяжелый. Все, пусть будут три боя в ПВЕ на сутки максимум. То есть можешь тремя танками зайти в ПВЕ и сыграть три боя в день. Либо на каждом танке можешь сыграть один бой в ПВЕ в день. Либо еще как-то. То есть не давать людям с утра до ночи сидеть только в ПВЕ режиме и тупо настреливать ботов. Особенно надо было это сделать перед тем, как вводить свою гениальную акцию 200% опыта. Потому что сейчас количество просто, как это, мутировавшей плесени, да, человекоподобной в рандомах уже просто превышает все разумные пределы. Просто невозможно это... Где-то, наверное, из команды играть умеет человека три, дай бог, четыре, может быть. Остальные набьют там тысячу, тысячу двести урона там. Ну, то есть регулярно вижу такое, что треть команды вообще урона не делает, никакущего на любых уровнях. Причем вот раньше, если удалось как-то оторваться, да, от этих раков, уйти по уровню выше, да, оставить все рачье на четвертых, на пятерках, там все это месиво творилось, то сейчас после акции они резко всех догнали. И теперь они на семерках и на восьмерках продолжают играть точно так же, как они играли. Единственное, чему учит режим ПВЕ, это закрывать своим корпусом врагов от своих союзников, дабы набить самому урона побольше и не дать у вас своим союзникам этот урон скрысить. То есть это антикомандная игра, ПВЕ режим, он просто антикоманден, он вредит реально. В общем, вот поэтому разработчику, на мой взгляд, нужно немножко отказаться от вот этой политики загонения людей в экономический кризис, да, финансовый в игре, и как-то пресекать вот раскачку техники только в ПВЕ режимах. Нужно как-то... Ладно, дело, ладно, есть у игроков возможность прокачивать танк в стоке на сражениях против ботов. Но совсем уже другой базар, когда танк полностью там прокачивается, и человек, не игравший на шестом левеле, допустим, переходит на седьмой. То есть он толком не умеет машины шестого левела пробивать, а тут его против семерок уже кидать начинает. Он видит там Челленджера первого, которого непонятно куда пробивать. Абрамс, который тоже в нижний лист, внимание, не бьется ни хрена себе. Леопарда тоже по криворукости, скорее всего, не пробьет. И он пойдет обратно в ПВЕ, и снова седьмой левел будет пройден опять в ПВЕ. То есть и человек, который не задавался ни разу вопросом, а где, собственно, уязвимые места на этих танках, он так и продолжит играть в ПВЕ, в ПВЕ, в ПВЕ. Ну, а потом в итоге ему вообще надоест, и он с игры свалит. Потому что мне кажется, что в ПВЕ играют в основном кто ж? Кольцы, которым лишь бы технику прокачать. А там я на технике буду нагибать на топовой. Не знаю, с какого хрена. Очень ограниченное время можно нагибать на топовой технике. Это первые несколько дней после ее ввода, пока ее не все купили. Когда тебя кидают на первое место, там на восьмом левеле к шестеркам и так далее. Я тут недавно смотрел опять очередной гайд от хронически унылого человека, который нахвалил Т-90. Как он там всех разбирает, что слабых мест у 90 там раз-два, и они кончились. Зато он в ответ вот столько-то дамага. В подтверждении всему вышесказанному транслировалось видео боя, где он нагнул на 90. Вот он очень нагнул. Серьезно, очень классный чувак сыграл бой против шестых левелов. Гениально. Я советую, когда вы натыкаетесь на подобные гайды от подобных умельцев, я даже не знаю, может дизлайки это как бы... Ну, это в принципе дизлайки идут каналу только в плюс. Они показывают активность на канале. Но чтобы человек понимал, что какое мнение о нём в массах царит, выгружайте дизлайки таким людям сразу же. Как видите, вододела, который нахваливает очередной танк, охвалит вододела любой танк. То есть мнение человека, что типа, ну, играть можно на любом танке, плохих танков нет, раз танк ты назвал говном, значит, ты лоха играть не умеешь. Дисы стравьте им сразу. Если человек не может понять, что есть танки хорошие, а есть танки плохие, и они отличаются там чем-то друг от друга. Да, нахрен такой вододел нужен. Но речь не об этом сейчас, а об ПВЕ режиме. Вот всё-таки в итоге я считаю, что оптимально было бы давать людям просто один-два боя в ПВЕ режима в день. То есть снял двойной опыт с танков ПВЕ, но я и так танки прокачиваю, потому что у меня танков много, я снимаю звезду и иду со следующего танка снимать звезду, да, ну, снимать этот удвоенный опыт первый. Если в рандоме в ПВП с двух боёв у меня звезда не снялась, я иду и её снимаю в ПВЕ, и всё, и на этом успокаиваюсь. Больше в ПВЕ я не играю. Ну, сейчас вот у меня 90-е, вот этот, он стоковый полностью, мне в ПВП делать нечего, потому что, ну, разбирают в холостую. Вот, вот, не грешно прокачивать танк из стока в топ, пользуясь режимами ПВЕ. Есть ещё, как бы, вариант усложнить сами ПВЕ бои, то есть вынуть людей играть более умело, более командно. Пусть боты начнут рвать, наконец-то, нормально пердаки на высокой сложности, пусть они начинают убивать людей. Сделать им рандомный респ, а то уже приезжают реально на точку и ждут, когда боты появятся. Вот это один из вариантов того, что можно сделать. Ну, ещё очень важно, на мой взгляд, не распространять на ПВЕ сражения такие акции, как 200% опыта за бои, потому что люди очень быстро прохавали и начали только в ПВЕ кататься, во время этих акций в ПВП не заходили вообще. Ну, потому что даже со скиллованным взводом во время этой акции в ПВП режимах победы будут, ну, 50 на 50, ну, или даже 60 на 40% побед. В то время как в ПВЕ у вас 100% будут одни победы, каждый бой вы будете получать тонну опыта, останется потом только деньги нафармить и то, когда акция на опыт закончится. Поэтому бонусы опыта во время таких акций, по-моему, должны быть только в ПВП. Да, конечно же, все донное рачьё выползет в рандом, но игроку с прямыми руками это, как правило, не мешает, в свою очередь, набивать на них дамаг. Да, может, бой будет проигран, потому что у вас на, в вашей команде на одно ведро раков будет больше. Ну, однако, топовые игроки, которые набивают топовый дамаг, они от этого не сильно страдают во время таких акций, они всё равно получают свой вагон опыта. Короче, подводя итог, что хотелось бы сказать о том, что ПВЕ-режим в этой игре вылился в большое, огромное зло. ПВЕ-задания, они не интересны никому. Там все играют только за тем, чтобы набить как можно больше дамага, закрывая задницы друг от друга ботов. Да, может быть, благодаря ПВЕ-режиму идёт какая-то прибыль в карманы разработчиков, но она, я думаю, с любой игры идёт. Вопрос в том, игр идёт её много или мало. Но я бы задумался о том, что регулярно этот ПВЕ-режим приносит течением раков в рандом. И когда люди начинают из-за рачья в командах проигрывать, они психуют и они бросают игры. Спросите это у Картошки. Сколько людей оттуда ушло из-за того, что в рандоме из-за оленей играть невозможно. А здесь сейчас ситуация в ПВП-боях не то что похожа, она даже хуже.